Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Головная задача нового посла в связке с Урадом активно запрацовать по выводе сальдо с внешних гандлю с Россией на станучие покажчики. Того, что налоговый маневр, мы стали покупать более дорогую нефть и так далее, и так далее. Поэтому в глобальном плане вот эта задача правительства, прежде всего, ну и посольство вместе с послом. В дипломатичном корпусе сенья отбылся ясче шерох назначенев. Ориентир для усіх дипломатов развіцю адносінаў з улікам экономічных інтаресаў Беларусі. І сёння ж першым намеснікам старшыні гомельськага Абыловы канкама став Єнаць Салавей. Миколай Каротін на такой же посадзе ў Магилёвскім рэгіјоне. Новые імёны і сярод керавнікову районав. Чачэрскі райвы канкам узначаліў Юры Дзеркачоў. Андрэй Барановскі зараз старшыня октябрскага райвы канкама. Такім чынам протягвае вытрымлівацца трэнд на малажэння керуючых кадраў. Харашо, що ребята молоді, перспективні. Це дуже хоро. Ёдинствено, я вас попрошу, щоб ви, придя на роботу, не занималися уборкою помещення і подношенням каких-то там бумаг. Ви руководители, і в рот смотреть даже начальство запрещається. Ви должны принимать решения і нести за них, за ці решения, ответственность. Тому що замістителі председателю обласполкому і руководителі містних органів власі. Це наше основне звено, от котрого зависяць розвиття страны. Тому я вас убедитино прошу, щоб ви були с характером люди, а не ходили, не смотрели начальникам в рот по принципу, чого изволити. Будучий год – це год серйозний. У нас починається політична вакханалія, яка продліться ну минимум полтора року. Поэтому смотрите, і вибори парламента, і вибори президента потом, і як там ми розуміємо з вами, як проводити нам ці політичні кампании. Але вони ніколи не добавляли стабільності і спокійства в нашому обществі. А нам надо в свойственній манері пройти этот етап, не сбросив обороты. Народ нам этого не прости. Протягиваем выпуск. Витворчасті склады школы-клубы. Каля 150 об'єктів нерухомості, што год продає на аукційонах комітет Гомеля-Блумайомасть. Сьо лето господарона были звыше ста будинкаў. Многие скуплены хуапошні гады отримали новы сучасны выгляд і другое економічное жыццё. На самым велікім з їх побывала Марина Джалая. У основному комітету Гомеля-Блумайомасть продає об'єкты площад 100 до 400 квадратных метров. Наприклад, школы, сельскі клубы, дитячі садки, фельдшерска, кушарскі пункты. Радзей до продажу пропануть буйные будинки площадь до 2000 квадратных метров. Гэта вытворчасті альбо об'єкты сельга з призначенням. Продать ось такі гігант, які знаходзіцца у Гомелі по вулиці Достоєвська, габуло нелёгка. За два годы, які пройшли з моменту продажу, будинок не тільки цялком обновився звонку. Тут реалізують інноваційний витворчий проект. Самым крупным объектом за последние 10 лет, реалізованим на аукционных торгах, являются бывшие производственные корпуса завода химического мела. Они были проданы в 2016 году. Их общая площадь составляет почти 14 тысяч квадратных метров. Цена продажи составила 280 базовых величин. У Гомельской в області є шмат буйних об'єктов нерухомості і целая витворчая площа з необхідной інфраструктурой, які можуть зацікавіць потенціальних інвесторів. У основному гэта майомість открытых акціонерних товариствів. В настоящее время комитетам Гомеля була мучиться, предлагаються более 250 неиспользуемых об'єктов на продажу. Ну а сьогодні самым унікальным для развития і расширення вже имеющегося производства, всем желающим предлагаються об'єкты недвижимости крупной строительной компанией. Це Гомель-Убл-Строй. Об'єкты расположені на території восьми регіонів Гомельської області, а також в городі Гомеля. Усяго Гомель-Абл-Буд пропонує каля 150 об'єктів. Пришим набыть можна як особні об'єкты нерухомості, так і великі промыслові пляцовки. Ближайші аукційоні пройдуть 15-го, 23-го, 26-го листопада і 17-го Снежня. Нікаторі лот і кошт знижені на 25%. Подроб'язну інформацію можна знайсці на сайті комітета Гомель-Абл-Майомаці у розділі інвесторам і громадянам в влучшенні попыту альбо отримать панну марах телефона у Гомеля 70-38-49 альбо 70-36-43. Марина Джала, Ігор Марышченко, Телерадо, компанія Гомель. Протягуємо випуск. Початок цепляльного сезону не виявів значних проблем з подачою кватери, тепла і гарачаї води. Разом з тим не усі гомельчані оказаліся задоволіними роботой комунальних службів. На предприємствах Галіни побывав Олег Сінсірову. Нормальне жадання любого чоловіка, щоб зімою в Крані постійно була гарача вода у кватери комфортно. Вречі включать піднякські нагрівальніки, як додаткові затраты електроенергії і як следство додаткові расходи. До того ж захворіць у холодних кватери більш просто, особливо маленьким дітям. Для комунальників зіма завсюди особливо відказний перейд. Нігідні ді чіна то, що літом на аплодіванні робіться планова профилактика, перед надходом холодов все прибори знов проходять обласковую рівізію. Я ще один клопот коммунальників – заміна трупів, які знаходіюся в експлуатації більш як 25 гадів, на сучасне поліатиленове, установленне на їх систему дистанційного контролю, дозволяє знайсімі саварі з дакладністю до 1 метра, що, увы, не коваріна ситуація під час мостних морозів, історично повпливає на час ліквідації надзвичайного старіння. Теплові сети ісчерпали свій ресурс, експлуатуються більше 25 гадів, і, відповідно, теплові потери по данным сетям гораздо більше нормативних, і тому дані сети модернізуються, і увеличивається надзість теплоснабження абонентів. Хочеться б і більший об'єм, але все це стоїть гроші, і фінанс не позволяє фактично більше перелажувати. Разом з тим, званки на телефон городської коммунальній служби со скаргами від насінніства по кулещі поступають. Причини рознає. У нікторых випадках недопрацівали коммунальники, у нікторых некомфортна температура у квартирах викликана конструктивними особливостями жилых домів. Я ще одну причину называють самі коммунальники. Частка насінніства – непрямая мера для заховання тепла, розмова в тих же старых вокнах, але у любому випадку кожен із ворот – подстава для принятия мер. Проведене на вулицах Гомеля пытання свечить, поспища в роботі години є, але і проблеми застаються. У нас градусника немає в квартирі, тому я не слежу за цим, але так свободно ощущається тепло, нормально, то есть не замерзаємо. Я живу в центральному районі, там поділиці Трудової. У нас постоянно то водяні труби, то ще там якісь, то каналізація. Постоянно все це ломається, вечно там течет, і зараз каналізація течет в подвале. Дякую, дуже холодно, отоплення якби включено, але ефекта від нього ніякого. По крайні мере, в одній комнаті тепло, в інших. Кажеться, раніше дали отоплення, то есть на вулиці було ще більш-менш тепло, а вже в квартирі було дуже тепло. То есть удивили в цьому році, що дійсно було дуже уютно і комфортно, і потрібно було укутувати там 33 одеяла, і включати обогреватель. Олег Синчаров, Євген Макеєнка, телерадиокомпанія «Гомель». Праузнікаючая у новым ацепляльным сізоні проблемные ситуації і способы їх вырашення, завтра поді размова у програмі «Деалог». Гостем студы стане генеральний директор державного об'яднання жильово-коммунальна гасподарка Гомельськай в області Дмитрий Згурскі. Глядіця «Деалогу» промым ефір і на телеканалі «Беларусь 4» у 19.1.20 хвілін. Нумар телефона у студы – 34.20.43. Своє питання можна так само отправіць на Вайбер – 340.043.3. Об правах інвалідів розмовлялі у Гомельськай бібліотеці філіялі «Нумар 5». Сьогодні у Міжнародний День Сліпых на сустрэчу з невідушчими і слабовідушчими людьми прийшлі адвакаты. На протягу «Деалогу» прагучала фраза, яка я промусіла глибока задумацца. «Інваліды самі, каго хочеш навучаць». У гэты мупыўніліся наші корэспандэнты. До початку сустрэчы – 10 хвілін. Каб немарнаваць час, падышлі до маладога чалавека, які ў сусіднім кабінеці. Дзверы туды былі адчыненые, працаваў за ноутбукам. Аказалася, гэта достаткова вядомы не толькі у Гомелі, але і далей паэту Ладзімір Чараухін. Тут на прадприємстві «Святлотэхніка» ён Амальгот працюе інструкторам-метадыстам па соціяльно-працовной реабілітаціі інвалідаў па зроку. За гэты час ёго падапечными былі каля 20 чалавек. Ніхта жа даўна вучыцца ўправляцца со смартфоном, іншым трэба було оваладаць работай за ноутбукам. За психологічной дапамугай, бо у Ладзімір мае адповедную спеціяльнаць так сама зверталіся. Причым не с праблемами, звязанными са стратай зроку, а сазвычайными, што дзёнными. Сколько времени нужно, чтобы человек оваладзеў работа? Я думаю, что от полового года до двух я так меркую, тому что так просто сходу не хапаю. Особливо люди, которые старойшого взросла. Молодого легче есть, конечно, тут. Тут у меня есть, например, хлопец подопечный, якому 15 годов, ну я ему, а мальчу ничего тлумачить не треба. Показав, я тут еще хапюв. А человеку, у кого там за 60, например, есть больше таке, стали кристалники, так, а есть человеку, якому треба раз за разом одни и те же самые навыки отпрацовывать, как бы замацывалися. Вы занимаетесь индивидуально, да? Конечно, каждый рухается со своей худкостем. А потом почалася сустреча с адвокатами юридичной консультации чугуночного района. Спочатку пагутарли об правах покупников, потом рассказали об изменениях в законодавстве, які тычатся абсолютно кожного человека и могут быть коресными у штодзенном житте. Необышли и такие темы, як працоулаткование, пенсийное забеспячение, адресная допомога. В этом году нам поступили вопросы по защите прав потребителей, по брачному договору и другие. То есть это не специфические вопросы, которые касаются только инвалидов, а обычных граждан, обычной жизни людей. А кроме консультаций специалистов, инвалиды по зроку сами находят для себя потребную информацию. У библиотецы обсталяванный куток с компьютерами, які мают специальные программы. Тут же гонор библиотеки – электронная лупа. Дякуючи этому прибору, слабовидущие люди могут читать. На полициях книги со шрифтом Брайля. Але життёй оно и за межами предприемства. И тут слепым гамильчанам так само потребны допомога и поддержка. Не только на предприятии сегодня работают инвалиды, они проживают в городе. И мы всегда, скажем, и для них организуем здесь встречи с юристами, с писателями, музыкантами. Различное направление у нас сегодня, как сегодня, скажем, звучит, социально идёт реабилитация. Она идёт, скажем, интеграция в наше общество. На «Святлотехнице» так само его филиале у Мазыры працуют свыше 180 инвалидов по зроку. Это одинное предприемство в регионе, якое займается працевладкованием этой категории грамадян. Марина Джала, Элеса Рудянкова, Игорь Марышченко, телерадиокампания «Гомель». Областная держа аутоинспекция нагадывает аутоуладальникам про необходимость поменять летние шины на зимовые. С первого снежня водители, у которых забыли перебуть свои ауто, могут покарать рублем. Так само с первого дня зимы заборонено ездить на машине со зношенным протектором. Вышиня малюнка должна быть не меньше за 4 мм. У супрацелеглых выпадках штраф до одной базовой величини. Республиканский гидромедцентр попереживает про погаршение умов на дворья. Завтра на большей части Гомельской области чакается снег. Могчима навод метелица. Температура поветра у ночи складе до минус 3. У день от нуля до 2 градусов тепла. Могчима взмацнение ветру порывами до 14 метров за секунду. В связи с изменой умов на дворье Державта инспекция просит усих удельников дорожного руху быть уважливыми. Это и так само и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за увагу и до новых встреч в эфире. Вы смотрите Де Факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. И в начале выпуска о ситуации в Юровичах. Напомним, там в начале месяца произошло убийство сельчанина, избиение его приятеля и супруги. По подозрению в преступлении задержаны трое местных жителей. Самому младшему недавно исполнилось 17. Как стало известно позднее, они на протяжении нескольких лет держали в страхе весь агрогородок. И так непростая обстановка обострилась еще больше после того, как кто-то поджег дом одного из подозреваемых. Сейчас сотрудники следственного комитета не только работают с уликами по убийству и покушению на убийство, но и устанавливают, что способствовало совершению этого преступления. Управление следственного региона также инициировало сельский сход. Во встрече с местными жителями приняли участие сотрудники областного аппарата УСК, УВД, начальники районных подразделений Следственного комитета, милиции и МЧС. Гражданам довели информацию о расследовании уголовного дела, выслушали их мнение о причинах и условиях совершения преступления, довели меры уголовной ответственности за некоторые преступления, в том числе за поджог и недонесение о преступлении. Расследование уголовного дела под личный контроль взял начальник управления Следственного комитета. Следователи просят граждан, обладающих информацией о противоправной деятельности подозреваемых, сообщить ее по телефону, которая сейчас на ваших экранах. Успеть за 4 минуты именно столько времени понадобилось добружеским спасателям, чтобы добраться до горящего общежития. Возгорание произошло на улице Лесной к моменту приезда подразделения МЧС и за окон четвертого этажа вовсю шел дым. В одном из блоков на полу квартиры спасатели обнаружили мужчину без сознания. Пострадавший был доставлен в больницу. Известно, что это наниматель комнаты 1967 года рождения. Он проживает совместно с женой, которая на момент возникновения пожара находилась на работе. Пожар был оперативно ликвидирован спасателями, вместе с тем огнем повреждено имущество внутри жилой комнаты. Причина пожара устанавливается. Однако наиболее вероятные версии причины возникновения пожара – это неосторожное обращение с огнем при курении, а также нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Еще одна трагедия едва не произошла сегодня в деревне Макаричи Петриковского района. Там жизнь мужчине спас звук сработавшего пожарного извещателя. Почувствовав, что в доме задымления, он самостоятельно выбежал на улицу, где дожидался прибытия подразделений МЧС. В результате мужчина не пострадал, пожар удалось потушить, его причина сейчас устанавливается. Пьяный студент одного из вузов разгромил недавно открывшуюся АЗС в Гомеле. Молодой человек повредил терминал, электропроводку, заправочный пистолет, разбросал огнетушители и контейнер для мусора. Как сообщили в УВД, инцидент произошел поздно ночью на автоматической заправке на улице Серегина. Прибывший милицейский наряд застал парня, который все еще возился возле платежного терминала. Нетрезвый мужчина заявил правоохранителям, что хотел заправить машину, однако поблизости никакого авто не было. Потом парень попытался убежать. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Неожиданным результатом финишировал девятый тур чемпионата Беларуси по мини-футболу высшей лиги. Микошевичский гранит на домашней площадке отобрал очки у столицы. Поединок завершился в ничью 1-1. Старт девятого тура и вовсе получился немного скандальным. Финалисты прошлого сезона гомельские ВРЗ «Элитсельмаш» выдали в лиде жаркий поединок. Эмоции били через край. Уже на 10-й минуте по инициативе арбитра площадку покинули главкомы обеих команд Виктор Торчила и Анатолий Яновский. Что касается результата, то вагоностроители нанесли сопернику первое поражение в сезоне и вышли на первое место в турнирной таблице. Игрок ВРЗ Евгений Рогачев оформил хет-трик и возглавил бомбардирскую гонку. Гомельская команда «Бычи» обыграла столичную территорию и закрепилась в зоне плей-офф. Светлогорский ЦКК был бит Брестом 3-2. Уже завтра матчем в Гомеле стартует 10-й тур. ВРЗ ждет в гости столичный «Дорожник». Начало встречи на паркете спорткомплекса «Локомотив» в 17.00. В чемпионате Беларуси по футболу в первой лиге сыгран заключительный 30-й тур. Славия на мажорной ноте завершила и без того удачно сложившийся сезон. Мазиряне уже в ранге чемпионов не оставили шанса Форше. Пустой туман, нависший над стадионами юность, не помешал хозяевам. Ворота соперника они отгрузили шесть мячей. Гости ответили только двумя точными ударами. Гомельский «Локомотив» также порадовал своих болельщиков домашней победой. Железнодорожники без проблем разобрались с Барановичами. Максим Санец, Дмитрий Свериденко, Денис Козловский и Андрей Лавренчук установили счет на табло. 4-0 в пользу хозяев. А вот Светлогорский «Химик» в заключительном туре три очка заработал без усилий. Команда «Чисть» на матч не явилась. Житковический «ЮАЗ» крупно проиграл столичному энергетику БГУ 1-5. По итогам чемпионата «Менчане» вместе со «Славией» получили путевку в элитный дивизион. Покидает первую лигу «Чисть». «Химики» «ЮАЗ» замыкают десятку «Локомотив» на шестой позиции. В чемпионате Беларуси по волейболу среди мужских команд состоялись очередные поединки. В центральном противостоянии тура встречались «Солигорский шахтер» и «Столичный строитель». Лидеры чемпионата обменялись победами. Очередные виктории в свой актив записала гомельская команда «Энергия». В первом матче победа над Борисовским Батэ БГУ ФК подопечным Дмитрия Лихорада далась легко – 3-0. На следующий день дело дошло до тайбрейка, где удача была на стороне гомельчан. В турнирной таблице гомельская команда по-прежнему на третьей строке. Хоккеисты Гомеля по дороге во Францию, где с 16 по 18 ноября примут участие в полуфинальном раунде континентального кубка, заглянули в Брест. В городе над Бугом подопечный Олега Хмыля провели спарринг с местной командой экстралиги. Рысье одолели Брест. Между тем, «Гомель-2» закрепился на вершине таблицы чемпионата Беларуси в высшей лиге. На выезде гомельчане дважды были сильнее еще одного претендента на первую строку – Гродненского «Немана-2» – 1-3 и 4-7. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Продолжение следует...